Репортажи, стримы, матчи, интервью, новости. Всё это Cybertform.ru Всем привет, ребята! С вами Джофф, и я скажу вам только одно слово. Премиализация. Чувствуете, да, что-то такое знакомое? Премиализация, премиализация. На что же это похоже? С чем же это созвучно? Премиализация, стагнация, деградация, кастрация, абстракция, ладно, не буду тупо шутить. На самом деле, ребятки, помните, как примерно год назад в одном из моих видео мы с вами фантазировали о том, что было бы неплохо, если бы Wargaming ввел возможность переводить обычную технику в премиумную. То есть, да, вот есть у нас прем-танки, но они, ребятки, в принципе, иногда получаются хорошими, иногда не очень. То Wargaming делает имбы, то делает откровенную какашку. Вот, плюс не всем нравится какой-то определенный геймплей какого-то танка. Но при этом, у многих из нас есть любимые машины. Вот, я не раз встречал статистику чулков, которые наигрывали 5000 боев на елке. Там 10 тысяч боев, да, есть реально чувак, который накатал, даже не здесь, даже 16 тысяч боев на MS-1. Есть чулки, которые накатывают по 20 тысяч боев на КВ-2, там, 8 тысяч боев на каком-нибудь С110. В общем, есть люди, у которых есть одна конкретная машина, они на ней очень-очень много играют и наигрывают десятки тысяч боев, и у них там перки прокачиваются и все так далее, и тому подобное. Вот, и было бы неплохо, если бы эти люди получили возможность перевести эту технику в премиумную. То есть, не только играть на ней весело, но еще и фармить. Как говорится, почему бы нет? И вот мы где-то с вами какое-то время назад об этом подумали, и вот, бас, я вчера узнаю новость о том, что в World of Tanks Blitz разработчики вводят премиализацию, как они это назвали, премиализацию обычной техники. Причем, и с первого уровня, и до десятого уровня. Есть два вида премиализации. Временная на 14 дней, она, например, для десятого уровня стоит всего лишь 4000 голды, то есть 4000 голды, и в World of Tanks Blitz ваш ИС-7 фармит как прем. Круто выглядит, правда? Вот, и есть постоянная премиализация, она доступна только, как говорят разработчики, для некоторых отдельных машин, вот, и, наверное, в будущем этот список будет расширяться. Я, честно говоря, этой новости был очень удивлен, я такой начал уже весь обмазываться, скажем так, разными сладостными ожиданиями, типа, вот, вот, блин, наконец-то уже разработчики World of Tanks Blitz ввели такую тему, это, наверное, хороший знак, это, видимо, что-то дозначит. Возможно, даже разработчики больших танков наших сейчас тоже будут думать над чем-то подобным. Пошел я это все обсуждать там со своими знакомыми, там, в разных чатиках, в скайпиках и так далее. И, знаете, некоторые опытные игроки в Blitz меня, скажем так, они меня огорчили. Вот, они мне сказали, что, Костя, вряд ли, вряд ли это будет в больших танках, потому что на данный момент World of Tanks Blitz и обычный World of Tanks это две абсолютно разные игры. Первое. Blitz это мобильная игра, и как в любой мобильной игре, там просто мега жесткий донат. Донат а-ля Mail.ru, если вы понимаете, о чем я. И это не в том плане, что это плохо. Нет, для мобильных игр жесткий донат это нормально. Во всех мобильных играх, кроме каких-то, которые нужно покупать за бабло, да, во всех мобильных играх, которые распространяются бесплатно, там везде достаточно жесткий донат. И если в больших танках, да, наши разработчики пытаются достигнуть Дзена, и там, Free to Win, Fair Play, то есть честные игры они пытаются достигнуть. Они пытаются так сделать, чтобы у всех были равные права, и у донатеров, и у недонатеров, чтобы сильного преимущества ни у кого не было. То World of Tanks Blitz на это просто там насрать. Там огромное количество кастомизации за бабло, там огромное количество разных голдовых финтифлюшечек, там огромное количество возможностей для траты своего бабла. Если в больших танках, ты даже если много зальешь бабла, тебе все равно надо будет прокачиваться, прокачивать что-то там, набивать свободный опыт, точнее, обычный опыт, чтобы перевести в свободку и что-то там себе запулить, запушить, то в Blitz можно абсолютно спокойно любой танк вывести в топ за бабло, перки за бабло, расходники за бабло. В общем, там донатная система намного более жесткая, но, с другой стороны, абсолютно нормальная для мобильной игры. Ну и, собственно говоря, не стоит удивляться тому, как я читал, что сейчас World of Tanks Blitz, он в Apple Store на ОС по миру на втором или третьем месте по доходности после Clash Royale. Ну, то есть, понимаете, да, почему? Вот, я даже не удивлюсь, если узнаю, что Blitz'ы делают где-то 30-40% бюджета от больших танков, но танки это огромный проект, 6 лет, а это какие-то Blitz'ы, им сколько, полтора-два года, но это мобильная игра. Второй момент, который мне объяснили, в Blitz'е, ребятки, нет баланса, точнее, там насрать всем на баланс, то есть, там 7 на 7, там плюс-минус один уровень боев, что очень сильно упрощает балансировку, и там, собственно говоря, как мне говорили разработчикам, просто насрать, что происходит там. То есть, у нас разработчики смотрят на статистику, там, вот если какой-то танчик выбивается по проценту побед, надо на него посмотреть, надо проанализировать бои, гайды, видео, стримы, там, послушать мнение игроков, там, пошерстить форум, дать задания модераторам и так далее и тому подобное. То есть, проводится целенаправленная работа, чтобы узнать, как комьюнити играет на этом танке, не слишком ли он имбует. А в Blitz'е всем насрать. Имбует, не имбует, да какая разница. Вот сейчас я слышал там и ситуация, когда топовые ЛТ восьмого уровня, если не ошибаюсь, трахают в топе, извините за выражение, танки своего уровня, то есть, СТ и ТТ восьмого уровня, на самых разных картах. И всем пофигу. Ну, имбует и имбует. Плюс, что немаловажно, большие танки, это вся клавиатура и мышка. А World of Tanks Blitz, это клавиатура, мышка, мобильник, большой планшет, маленький планшет, еще какая-то херня. Короче, огромная куча устройств. То есть, на самом деле, в Blitz'ах, наверное, даже невозможно будет правильно отследить, насколько сильно нагибает та или иная машина, потому что количество устройств, на котором играется игра, оно огромное количество. Это как если бы часть игроков в большие танки играла с мышкой, часть с джойстиком, да, в одном и том же бою, часть на сенсорном экране, а еще часть с каким-то рулем от автомобиля или там этим рулем от самолета. Ну, симуляторный, знаете, вот эта тема вся. Вот, то есть, очень сложно отследить какую-то статистику, когда у тебя огромное количество разных устройств. Вот, ну и плюс, конечно, я сам по себе понимаю, что есть еще другие препоны для введения вот этой вот самой премиализации в больших танках. Например, сейчас варгейминг, ну мы это все с вами знаем, зарабатывает немалые баблосы на продаже премиализации. Если ввести премиализацию, премиализации перестанут покупать. Я думаю, это понятно и мне, и это понятно тем пацанам, которые там в Минске сидят. Вот, можно, конечно, пойти другим путем. Можно ввести эту премиализацию, но брать за нее в два раза дороже, чем самый дорогой премиализации. Например, не 50 долларов, 45, а там 100 долларов. Но это вызовет хейт со стороны игроков. Они будут говорить, типа, ааа, картошка зажралась, хочет много денег, вот, то есть, понимаете, с одной стороны, вроде бы тебе просто хочется, чтобы твой любимый КВ-1 или ИС-1 был премиум, но со стороны разработчика, если посмотреть, то это огромные проблемы и потери, возможные в бабле. То есть, вы все понимаете, да, что World of Tanks это огромный бизнес. И первым делом, разработчики смотрят именно на количество денег, которые можно получить с того или иного действия. Вот, если не видят, что деньги можно потерять, ну, понятное дело, что делать они такое не будут. Плюс, ребята, есть еще такой нюанс, который я тоже сам для себя понимаю. Экономика. Внутриигровая экономика. Сейчас она на самом деле в жопе. То есть, слишком огромное количество кредитов и опыта получают, например, АФКшные игроки. Например, игроки, которые сделали два выстрела, но никуда не попали. Игроки, которые какие-то используют там еще бод-программы. Слишком большое количество сейчас разных есть бустов, разных там акций и прочего-прочего. То есть, я думаю, вы со мной согласитесь, что сейчас прокачать десятку в несколько раз проще, чем это можно было сделать в 2012 году. То есть, потому что в целом кредитов больше дается, больше разных акций, разных плюшек-плюшек-плюшек раздается. Вот. Если к этому еще добавить премиализацию техники, блин, я не знаю, честно, вот я просто не какой-то там суперэкономист, я не знаю, что будет с экономикой игры. Возможно, будет вообще полный какой-то коллапс. Поэтому я вот это все пообсуждал со всеми своими знакомыми, мы это все обсудили. И, блин, вы знаете, все не так однозначно. Вот вы меня сейчас спросите, Джофф, а зачем ты вообще сделал это видео? Что ты хочешь нам рассказать? Хочешь картошку отбелить или что? Нет, ребят, просто я вчера увидел эту новость. Говорю вам, как есть. Я увидел эту новость о том, что ввели премиализацию World of Tanks Blitz. Я хотел сразу сделать видос, типа, ну, в стиле картошка обосралась. Ну, потому что картошка обсирается. Это, это, мы к этому все привыкли. Вот, типа, картошка, хватит обсираться, вводи уже премиализацию в больших танках. Игроки этого хотят, все хотят, чтобы кататься, все хотят кататься на прям елках, прям КВ-2, прям КВА, ну, КВАС нету. Прям Батчат, не знаю, прям ИС-7, прям ИС-4. Я вот хотел сделать такой видос, типа, картошка, давай, давай, даже твои младшие братья уже такое сделали. Че ты тупишь? Ну, че, почему, как всегда, картошка? Вот, и меня остановило только вот мои беседы с моими знакомыми, да, которые вот играют и в Blitz тоже, в отличие от меня. С одной стороны, вот, ты видишь что-то, и тебе, как ребенку, просто этого хочется, типа, боже, класс, классная игрушка, я ее хочу. Но, с другой стороны, если смотреть со стороны, допустим, продавца, это не просто игрушка, это целый процесс, есть целая фабрика, где эти игрушки производят, и это все очень сложно. И это действительно все очень сложно. Вот это, вроде бы, просто вести премиализацию техники, вроде бы, в Wargaming все равно будут получать бабло, завязать это на личный кабинет, чтобы никто там не мог голду с глобальной карты отмывать, и так далее, из других источников. Но, все равно сложно, потому что ты начинаешь об этом думать с точки зрения этих финансистов, да, картофельных, и начинаешь понимать, что, возможно, картофель там потеряет бабло, а бабло они терять не хотят. По этой причине, скорее всего, у нас этого всего не появится. Плюс есть балансные различия между играми, есть различия в донатной системе, в экономике, и так далее, и так далее. И ты это все начинаешь, начинаешь проворачивать, анализировать, осознавать. Блин. Короче, пацаны, все очень сложно, и, честно говоря, мне, как обычному игрку, об этом думать очень не хочется, наверное, как и вам. Вот. Но, честно скажу, я все-таки надеюсь, что когда-нибудь разработчики ведут у нас в игре премиализацию. Вот. Я просто хотел, чтобы вы поняли все то же самое, что понял я вчера, когда уже собирался делать видос, а за-за картошка обосралась, дайте нам премиализацию. Не все так просто, как казалось. Не все так однозначно, как говорили когда-то дочери крымских офицеров. Вот такие вот, ребятки, у меня для вас новости и мысли. Вот. Я, честно говоря, небольшой специалист по геймдизайну. Не знаю, как сделать правильно, чтобы и премиализация была, и разработчики бабла не потеряли, заработали, и чтобы нам было хорошо. Вот. Но если у вас есть какие-то мысли, напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Вот. Может быть, у вас есть какое-то свое мнение, вот, как это правильно сделать, потому что и вы, и я. Мы с вами знаем, что разработчики смотрят мои видосы, они читают комменты. Вот. Так что пишите, вот. И, конечно, нажмите лайк этому видео, если вам оно понравилось и было интересным. Вот. По крайней мере, я просто поделюсь с вами своими мыслями, с тем, что мне рассказали. Вот. Надеюсь, вы теперь просто будете более точно себе представлять, что делается и в том, и в другом проекте. На этом, в принципе, у меня все. Спасибо, что посмотрели. Извините, что в таком виде я просто как бы ищу девушку. Тут причесочку сделал. Решил в халатик одеться. Вдруг кто-то какая-то симпатичная смотрит, потом напишет мне в ВКонтакте, типа, а. Ладно, пока. Если ты уже подписан на мой канал, то не забудь, пожалуйста, нажать еще на этот колокольчик. Нажав его, ты будешь получать все оповещения о новых стримах и видео. Субтитры сделал DimaTorzok